Мы рождаемся с некой задачей. Каждый человек обладает высокой планкой, но люди не используют так или иначе эту планку. Они живут на 10%. Мы даже дышим легкими на 10%, а не на 100%. Энергетический потенциал можно прокачивать разными способами. И вот мы работаем с решением этой задачи. Кита, здравствуй. Скажи, пожалуйста, что такое энергетический потенциал? Энергетический потенциал – это наша способность сделать что-то в этом мире. Возьмем сферу бизнеса. Обычный человек, который не учился бизнесу, предпринимательству, может работать на наемной работе, зарабатывать 30 тысяч рублей, 50, 100, 500 и так далее. Но тот, кто вкладывает в себя знания, учится на предпринимателя или на какого-то суперспециалиста, бухгалтера главного, например, он свой потенциал наполняет материалом, знаниями, способностями своими, нарабатывает таланты. Таланты тоже нарабатываются. И может, соответственно, планку свою поднимать. То есть свой потенциал у него, например, он крутой может быть математиком, но он сидит дома и ничем не занимается. А может быть крутым аудитором, например, и зарабатывает как хороший аудитор 200, 300 тысяч и так далее. Мы рождаемся с некой задачей, с некой целью, которую мы реализуем здесь, в этой жизни. То есть все люди могут быть кто-то спортсменом хорошим, кто-то сотрудником в компании хорошим, строителем, например. Кто-то зарабатывает на инвестициях миллионы. То есть каждый человек обладает высокой планкой. Но люди не используют так или иначе эту планку. Они живут на 10%. Вот и есть активация потенциала, чтобы поднять и достичь свою энергетику до этого стопроцентного уровня. Получается, что у каждого человека существует свой максимальный энергетический потенциал, который напрямую связан с его предназначением. Да, верно. Не обязательно быть, например, энергопотенциал или предназначение, не обязательно быть президентом. Нет. Человек может занять свое место, на максимуме жить, получать удовольствие, обучать детей в школе из 30-ти, 10-ти, человек 50-ти, неважно. И быть счастливым, получать достаточные финансовые ресурсы и путешествовать по миру, например, собирая разные традиции, передавая детям. То есть мы называем это учитель от Бога. То есть это когда человек максимально себя реализовал. То есть реализовал свой потенциал. Либо это может быть известная личность, ключевая, которую мы видим на экранах. Но до данный момент времени большая часть людей не знает, как выйти на этот уровень максимальности, потому что никто этому не учит. То есть мы даже дышим легкими на 10%, а не на 100%. Если в случае с легкими, то их потенциал можно измерить. Как быть с потенциалом нашей энергии? Возможно ли измерить его? Да, возможно. Это ваши хотелки. Допустим, человек работает на работе. Допустим, 40 тысяч рублей в магазине работает. Ему это не нравится, ему больно, ему противно. Он не хочет и ненавидит эту работу. Но он знает, 250 тысяч рублей или 100 пусть будет, или 150. Всё, он будет балдеть от этого. На данном этапе его потенциал 150 тысяч, 45 – это его реальность. И вот эта разница – это его боль душевная, эмоциональная, вот это его всё. И лень, лень идти на работу, потому что вот эта боль, она его держит дома. И вот мы работаем с решением этой задачи. То есть получается, наш потенциал, он меняется каждый раз, когда мы выходим на новую ступень своего развития. Законы Вселенной, всё должно развиваться. Как только мы останавливаемся, мы деградируем. Как развить свой энергетический потенциал? Энергетический потенциал можно прокачивать разными способами. У нас тело – это энергоаккумулятор. И если в нём 10 вольт, мы сможем реализовать себя в жизни на 10 вольт. Если в нём 100 вольт, мы можем брать цели, допустим, цель, вот предыдущая 150 тысяч рублей, человек хочет зарабатывать, это цель на 100 вольт, а у него 10. И вот при помощи накачки энергии мы создаём свою ману, как в компьютерных играх, на 100 вольт. И нам Вселенная подаёт уже задачи и цели на уровне 100 вольт. Что такое ману? Значит, кто не играет в компьютерные игры, это в компьютере, там вверху такой есть столбик, это жизненная энергия. Те, кто своё тело прокачал и активизировал так называемое тело света, сейчас новый термин – меркаба, он обладает вот этой световой оболочкой, световым полем. Если у человека в обычном мире 10 вольт, то мы, когда активируем поле света, мы привлекаем такие огромнейшие энергетические ресурсы, что мы можем, что хотите реализовать в своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok